Вставай Доброе утро, Казахстан, это утренняя шоу в будильнике. Эй, доброе, доброе утро. Женя сегодня пьет чай или нет? Да, сегодня Женя пьет чай. Женя уже пьет чай. Тогда она пила свой кофе, а здесь она пьет чай. А я уже пью свой чай. Ну, смотри, сегодня все в сборе. Наш миньоня в сборе, ты в сборе. Смотри, там не утопи их в своем чае. Нет, наш любимый пингвиненок в сборе, мишки в сборе. Я почему-то больше люблю мишек, потому что он такой белый, пушистый, добрый, мне кажется. Прям как я. Вот, да, я к этому и клоню. Доброе утро, друзья. Это утренняя шоу в будильничке. Сережка Позитивчик уже сидит на своем троне. Женя Таранова уже прибывает на кровати, просыпается. Давайте тянуться и давайте скорее смотреть хорошие фильмы. Все, заряжаемся. Жень, давай теперь все-таки я обсужу ее тему. Ой, не обсужу, а озвучиваю эту тему. Смотри. Постоянно человек стремится к чему-то, да? Да. К чему-то, к такому, что сделает его жизнь сказкой. В общем... Или счастливой. Да. В общем, каждый человек ищет что-то для счастья. Вот тебе что нужно для счастья? Вопрос, конечно, интересный. Ну, ты знаешь... Ясно, Жень. Я знаю, что Бентли, Роликс и особняк. А что у тебя есть духовное, Жень, в тебе? Духовное, это, наверное, все-таки, чтобы мои родители были рядом. Чтобы друзья... Но при этом ты почему-то уехала. Да, но чтобы... Нет, чтобы они были в здравии и все нормально с ними было. Чтобы друзья были те, которые понимают и те, которые... Не те, которые говорят, ой, ничего не получится, а те вот именно близкие по духу. И, конечно же, любимая работа. Одного я такого знаю у тебя уже. Что? Одного уже такого знаю, близкого по духу. Как вы? Напротив сижу. А знаешь, вот для меня, кстати, я задумался... Вот что? Что может быть счастье? Наверное, все-таки счастье – это любовь. Любовь ко всему. И когда тебя окружает любовь. Потому что любовь же – это созидательная энергия, и она создает что-то такое. Мама еще, Сергей, вы мне... Да же, я читаю не только «50 оттенков серого». Слушай, знаешь, знаешь, что интересно? Вот ты не задумывался никогда, когда вот человек влюблен, вот это чувство влюблен, когда он светится изнутри, и вот как будто он крылья... Он готов свернуть горы. Вот. Ты согласна? И у него вот такое все. Он готов браться за все, и у него все получается. Вот смотри, например, почитаем мы, что нам пишут... Дорогие друзья, да. Смотри, Марат пишет. «Всем привет, доброе утро, а мне для счастья нужна всего лишь шоколадка по утрам». Вот. Ну, кстати, у меня... Что для счастья нужна шоколадка по утрам, да? Вот риторический же вопрос. Что для счастья надо? Ну, когда ты задаешь этот вопрос кому-то, они почему-то начинают задумываться. Да. Они вот... Ну, мы же тоже с тобой задумались, да, когда я думала... Так, а Дизельна, что мне для счастья надо вот такого необычного... Мне кажется, что счастье делится на две категории. Вот это духовная и, наверное, материальная какая-то сторона. Там духовная это там любовь и так далее. Да. А вот материальная там, допустим, мне нужна квартира, машина... Бентли в стразах, которые мы увидели в прошлом выпуске. А миллион долларов на счету и все, понимаешь? Ну, а я знаю, что для счастья мне нужно всего лишь, наверное, зарядиться отличным настроением и потанцевать за кадром. Ну, хорошо. Посмотрим. Видеоклипы, в общем, друзья. Друзья, сегодня мы обсуждаем, что нужно для счастья. Я задал этот вопрос Жене, и она... Задумалась. Мне ответила Роликс и Бентли. Вот, смотри. А что вообще народ пишет? Народ пишет. Сагдзяна написала, согласна. Все, что человеку нужно для счастья, у него уже есть. Но людям больше нравится акцентировать внимание на том, чего у них нет. Это и лишает их счастья. А вот... Но вот, между прочим... Есть, да? Действительно, вот, мы же живем, мы просыпаемся, мы улыбаемся, мы там не бедствуем, да? Мы там кушаем, мы что-то имеем, это ли не счастье. А вот мы постоянно чего-то хотим больше, чего-то хотим себе там напридумывать. Вот смотри, замечательная фраза, мне очень понравилась. Счастье – это удовольствие без раскаяния. Удовольствие без раскаяния. Без раскаяния. Кстати, знаешь, такая интересная правда. А ты когда-нибудь раскаивалась? Нет, я потому что счастлива. Так, смотри, поехали дальше. Что пишет? Так. Что пишет? Акморал пишет. А мне для счастья нужна хорошая оценка в моем журнале. Ну... Видишь, это школьники... Вот для школьников это хорошие оценки, да? Для студентов это когда ты весь год не учишься и сдаешь сессию хорошо, понимаешь? Да, кстати, вот у меня мысль такая пришла, но я ее хочу в самой последней студии сказать, что все-таки... Ну, не что такое счастье, а почему для каждого счастья оно разное. Андрей пишет. Что пишет? Короче, для счастья нужно только желание быть счастливым. Не у всех оно, конечно, есть. Понимаешь? Ну-ка, для счастья... Для счастья нужно только желание быть счастливым. Вот, смотри, когда все-таки у человека апатия, депрессия, да, и когда не к чему стремиться, это все уже. Мне главное иметь, вот, карьеристам иметь цель какую-то, да, чтобы ты шел куда... Не бесцельно существовал, как рыба, да, и плыл по течению. Я согласен. А чтобы ты что-то интересное придумывал. Допустим, для влюбленных, да, там, счастьем и пиковой точкой это будет создание детей и семьи, да? Да, уже в итоге, конечно. А, допустим, для нас счастье это просыпаться с тобой по утрам в утреннем шоу-будильнике, понимаешь? Это безграничное счастье, а не особенно с утра. А еще для нас счастье ставить лучшие клипы на нашем музыкальном. Да, все, давайте, друзья, просыпаемся, доброе утро. Ну, а прямо сейчас у нас стартует рубрика «Инстаграмщик», где мы ищем интересные посты в нашем инстаграм. Не только в нашем, но сюда может попасть каждый. Это хорошая возможность пропиарить свою страничку, прибавить себе подписчиков, ну и просто посмотреть, кто чем живет. А почему? А потому что ваши фотографии, ваш никнейм, да, покажут на весь Казахстан. Поэтому, кто увидит, подпишется обязательно. Инстаграмщик. Ну что ж, первая картинка, которую мы посмотрим, первый пост. Калия. 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 Да, она была у нас в гостях, да. Просто шикарная девушка. Да, наш очень хороший товарищ. Так вот, она выложила картинку с таким постом. Цените свои недостатки, они делают вас особенными. И если посмотреть на этот пост, то можно увидеть. Вот простая башня. Да. А вот уже башенка с оклоном, как Пизанская башня, да? Это легенда. Это легенда. Картинка, да. Картинка, домик простой. А вот черный квадрат, это искусство. Фрукт, простое яблоко, да? Кто бы мог подумать. Но яблоко, которое откусили, знает каждый. Это бренд. Вот, например, и ты, да? Да. Я тоже. Простая Женька. Простая Женька, но... Ну, за душой-то... Очень многое, да? Очень многое. Поехали дальше. Смотри. Наш соведущий, наш коллега Турар. Арахим Перлин. Да, выложил фотографию с молодежью, ждем выхода. С молодежью, естественно. В цирке проходил благотворительный концерт. Ну, смотри, Турару уже... А сколько Турару? Тридцатнику, да, ближе? Да. Мы сейчас открыли тайну. Он не хотел говорить. Может, нам нельзя было это говорить, но ладно. Он не хотел говорить. Ну, зачем возраст свой стеснялся? Ну, действительно, тем более, так хорошо выглядит. Я бы никогда не дала ему тридцатку. Дилани, Дилани. Ой, боже, Дилани. Как всегда. Кто-нибудь, научите меня делать селфи. Вот смотрю я на всех, все красивые, хорошие такие, а у меня не получается. Как делать тебя красивее, чем в жизни? Написал Дилани. Ну, он написал немного юмора. Немного юмора. Ну, вот, подожди, вот мне просто интересно, знаешь. Может, он делал селфи, и ему писали какие-то злобные комментарии, что он написал теперь, научите меня это делать. Но, может, просто у него не получалось вообще это делать как-то? Или, хотя у него есть селфи, я точно помню, что у него в профайле неплохо получается. Ну, ладно, все, не будем заострять внимание. Программа тебе в помощь. Да, поехали дальше. Егор Крит. Господи, собака, это моя мечта. Слушай, собаки все равно, бедны ты или богаты, образованы или неграмотны, умны или тугодум. Отдай ей свое сердце, и она ответит взаимностью. Вот, золотые слова, Жень. Ну, вот, между прочим, да. Ну, знаешь, что... Собаки, они же так преданы хозяевам, так любят его. Да, если честно, то у меня вот сразу взгляд падает не на собачку почему-то, а почему-то на его белоснежные зубы. Это, наверное, у нас уже паранойя. Да, потому что у Сережи фетиш по белым губам, хотела сказать, зубам. Особенно губам, да? Ну, вот эта фотка, конечно, звездная. Очень звездная фотография. Звездность зашкаливает, Жень. Да, мы стиляги из 60-х. И ха! Но побывай там... Да, мы были с Женькой на премии Элли Fashion Awards 2015. Где представляли салон Beauty Couture. И чему рады, да? Очень рады. Всем передаем огромный привет. Мастера там, конечно, супер. Потому что перевоплощаться вот так, как мы из людей 21 века перевоплотились в 60-е... Мне больше очень нравятся комментарии ниже. Люблю тебя, Опа. Это мне было адресовано. А что это такое, Опа? Это корейская тема. Это значит, старший человек, которого нужно уважать. А, да? Ну, как бы так, Жень. А я и думаю... Любимый человек. Слушай, а я и думаю, что за Опа такая? Что за... Может, ты думала, Попа? Я тоже думала, понимаешь, Попа. Нет, я-то сразу все понял. А здесь все Опа. Так что вот так, Жень. Ну, вот на этой хорошей нотке мы подводим итоги. Если вы хотите попасть к нам сюда, засветиться на весь Казахстан, ставьте хэштег Будильник Музон. Поэтому пока что мы посмотрим... Смотрим. Вот так вот Женя... Любит сережку? Любит меня и швыряет в нашей комнате мне игрушки. В общем, давай вернемся к теме. Обсуждаем мы тему, что для счастья надо. Ну, смотри, вот сейчас, да. Вот нам для счастья нужно кинуть было игрушку. Да. За кадром мне, например, нужно было тебя назвать плохим словом. Чтобы поднялось настроение. Опять же мат. Ты знаешь, мама мне спрашивает, Сережа, правда ругается на тебя? А я говорю, нет, мы просто прикалываемся в эфире, так говорю. Знаешь, мне кажется, если бы слышали наши родственники, друзья, слышали, как мы общаемся друг с другом. Когда мы иногда ругаемся, то они бы точно нас не поняли. Но это наше счастье, в этом наше счастье. Мы счастливы, что работаем на ТВ. Мы счастливы, что у нас обалденская работа. Мы счастливы, что у нас есть... У нас есть жизненные цели, наверное, наперед, да? Наверное, на всю жизнь вперед. Ну, и мы счастливы, что совсем скоро мы поедем в отпуск, например. Или не поедем. Или не поедем. Или не поедем. Или не поедем, мы находимся в любимом городе. Вот давай дальше читать. Смотри, что для счастья нужно? Люди пишут. Мне нужна собачка для счастья. Это Анжелика написала. Так. Далее. Акмарал пишет. А мне нужна для счастья машина. Желательно большая. Ну, кстати, вот... Это уже материальное пошло. Ну, понимаешь, да. Нам тоже, Сережка, с тобой нужна машина какая-нибудь. Смотри. А мне для счастья нужно вставать вместе с вами по утрам. И больше ничего не нужно. Вот неприятно ли, а? Вот это правильно, друзья мои. Если вы хотите отщипнуть у нас чуточку счастья и добра, обязательно каждый день, каждое утро включайте лучше музыкальные. И смотрите нас, Серже Позитива, Женю Тарану, в утреннем шоу «Будильники». Каждый будний день с пол восьмого утра. Да, мы же еще не прощаемся. Мы не прощаемся, нет. А, я думаю, что ты уже прощаешься. Я просто говорю, обращаюсь, чтобы каждый это делал. Кстати, смотри, Асхат пишет. Вот тут все пишут, что для счастья нужно, да. Но, люди, не забывайте, что в первую очередь нужно отдавать. Поэтому вы потом получите все с лихвой. Так, слушай, между прочим, мы об этом поговорим. Бумеранг вселенной, да, это как бы называется? Ну да, можно так сказать. Многие законы уже этот знают, но не применяют его в действительности. Ты применяешь? Применяю. Вот, ты плохими словами не называешь и получаешь. Нет, а, например, я даю людям что-то, и мне в ответ хорошее настроение. Но ты вот замечаешь эти моменты? Действительно они работают? Нет, ну они естественно работают. Все-таки вселенная, я считаю, это как зеркало. Ага. И поэтому каждый должен... Какой посыл подашь, такой и получишь. То есть, между прочим, я читала книгу, где все пишут, что 10% своей выручки нужно раздавать. И тогда вселенная будет себе... Как же это слово называется? Десятина. Десятина, да. Десятину нужно отдавать от своей заработной платы, да, или вот от суммы, которая... А почему люди не отдают? Вот я не отдаю, честно. Я тоже не отдаю. Кстати, знаешь, у меня один знакомый, вот многие же на благотворительность отдают, да? Вот у меня... Да-да-да, многие говорят, что нужно 10% отдавать либо на благотворительность, либо тратить на себя, что-то такое. Вот, смотри, мой знакомый ходил, получается, к одной женщине, к женщине, которая лечит, видит. И она говорит, ты помогаешь нуждающимся? Он говорит, да, помогаю. Она говорит, кому помогаешь? Он говорит, ну, там, может, там, друзьям, да, денег займу, или еще там взрослым кому-то, вот, кто стоит где-то. Она говорит, нужно помогать беднякам, ой, точнее, нужно помогать старикам и детям. Потому что если ты видишь, что человек, мужчина, да, или женщина в расцвете сил, они могут заработать деньги. Но дети и старики уже пока... Дети еще пока не могут, старики уже не могут. Сереж, знаешь, что? Вот про детей. Сидели мы как-то с другом, со своими двумями, и к нам, вот, хорошее кафе, да, к нам подходит девочка и говорит, дайте на хлебушек. Тут, получается, мой друг достает из кошелька 500 тенге, здесь, вот, буквально секунда, и вот так собирается, вот, человека три еще у нашего столика. И так ты понимаешь о том, что вот так вот мы протягиваем деньги и говорим, поделите, и здесь вот так девочка эта... А девочка уже лет 10, знаешь, она вот так вот выхватывает и убегает, и ни с кем не делится. Обалдеть. Эти начинают, понимаешь, эти начинают кричать о том, что дайте нам, дайте нам, мы говорим, ну, мы вам дали 500 тенге, идите разделите на всех. Администратор не приходил? Мы потом, ну, конечно, она потом увидела администратор, и уже их как-то потихонечку вывела. Но для меня было шоком, нет, для меня было шоком, знаешь, то, что дети не будут делиться, они как, вот, они как волки, понимаешь, уже. Вот это на самом деле страшно. Поэтому все-таки мы ушли от темы уже счастья, да, и перешли в тему пожертвования, кстати, тоже можно обсудить. Кто сколько вот, есть же, наверное, какой-то список рейтинга, да, кто сколько пожертвовал? Вот мне интересно, у нас в Казахстане жертвуют? Гульвира Илафунова постоянно выкладывает посты, и она постоянно выкладывает чеки, где она отправляет денежки нуждающимся. Ну, это замечательно. В общем, друзья, давайте, а мы сейчас нуждаемся в клипах, в хорошем настроении, в бодром настроении, потому что это утро, на самом деле. Это точно, давайте поднимать тебе настроение. С наканем природы вставай, вставай. Доброе утро, Казахстан, внутреннее шоу «Будильники» уже на страже вашего настроения с 7 утра. И сейчас настроение уж точно поднимется, потому что прямо сейчас стартует рубрика «Объява». Будем звонить и доставать людей. Да? Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу объявления нянечки. А, слушаю вас, что-то вас не очень хорошо слышно. А, видимо, я с сотового телефона звоню, поэтому так слышно. А, вот сейчас-то хорошо, хорошо, сейчас слышно, слушаю вас. Скажите, пожалуйста, вообще за свои услуги сколько берете? А у вас ребенку сколько лет? У меня годик. Годик, да? Да. А ходит ребенок у вас? Да, ходит. Ходит, да? А где живете? Я живу в стороне Меги. А, это куатовские дома вот эти, да? Да, 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 да. А график работы у вас какой? Ну, вообще мне нужно, наверное, три по два. Как-то ты? Один раз три раза, второй раз два раза? Получается, понедельник, вторник, среду мне нужно, чтобы вы приходили. Потом два дня можете отдыхать, потом снова три дня. А график скользящий, да, получается? Да, получается так. А и как надолго вам нужна няня? Ну, мне, наверное, годиков до двух. Дело в том, что это не ребенок, а обезьянка у меня. Не поняла я. Обезьянка, обезьянка у меня. Слушай, не ребенок у вас? Нет, нет, не ребенок. Ну, для меня это как ребенок, понимаете? Для меня это очень как бы серьезно. И я хочу, чтобы моя няня, которая будет следить за обезьянкой, еще имела какие-то благодарственные письма от кого-то. А это животное, что ли, получается, я поняла, правильно? Ну, да-да-да, конечно, обезьяна это животное. Ну, понятно. А что с ней сидеть целый день? Она что, везде у вас лазит, получается? Ну, дело в том, что у меня очень дорогая квартира. И если я ее буду оставлять, то мне кажется, она разрушит все подряд. Ага, а так она у вас как дома сама находится, как-то ее пилотит? Вообще, вообще она должна находиться в клетке. Но я же не живодер, я хочу, чтобы она как-то по дому ходила. Кто-то с ней развлекался, кто-то там делал какие-то с ней интересные вещи, играл. Может быть, букварь изучал с ней. А что она у вас говорит? Ну, она не говорит, но, как говорят вообще те, кто ее продавал, что она может издавать какие-то звуки, похожие там на мама, папа, кушать. Понятно. А скажите, если не следует, за сколько вы ее купили? Долларов? Ой, ну она у меня 25 тысяч стоит. Долларов, да? Да, конечно. Она у меня... А что у вас... Понятно, ага. А скажите, а вы где покупали? Как-то где-то с кем-то договорились именно купить ее? Ну, нет, нам привезли браконьеры ее. Ага, понятно. Поэтому, вот, и поэтому мне нужно, чтобы у няни все прививки были, благодарственные письма. Ага, а скажите, а график работы у вас какой будет? Ну, у меня же, я вам говорила, 3 по 2. Нет, время, я поняла, время со скольки до скольки, вот это меня интересует. Ну, где-то с 10 до 6, потому что мы с мужем на работе, и у нас еще отдельная комната, где живет тигренок. Ага, тигренок живет, да, понятно. А вот там закрыто у вас? Ну, нет, мы за... Мы как бы не даем волю животным, чтобы они... Но он маленький. Ага. То есть мы даем волю животным, чтобы они ходили, они могут передвигаться по нашей квартире. Ага, понятно. А какой этаж у вас? Ну, у нас второй. Второй. А скажите, а обезьяна у вас вместе с вами за столом кушает? Да, это как член семьи, понимаете? Я поняла, понятно. И как вы считаете, это получается понедельник, вторник, среда, да, работать, потом 2 дня отдыхать, потом опять работать, скользящий график, не займись его, будет суббота или воскресенье, праздник или нет, да, я так поняла? Нет, в праздники вы можете отдыхать, потому что мы можем их забирать куда-то на уикенд за город, можем в ресторан куда-то с ними выйти, потому что у нас собственные рестораны. И поэтому я считаю, что в этом проблем не составит. Сколько бы вы хотели получать за свои услуги? А у вас детей дома нету? Нет, детей нету, это наши дети. Ясно. А как бы вы хотели, сколько можно за животных платить? Как сами думаете, как вам душа подсказывает? Ну вот, я не знаю, вы знаете, ну... Вы знаете, я педагог с высшим образованием, у меня стаж работы уже под 40 лет идет, педагогический стаж работы, педагогический, и я вот за свои услуги, конечно, 100 тысяч. А это день 100 тысяч? Нет, месяц 100 тысяч, вы что, день 100 тысяч? Ааа. Где-то может идти 5 тысяч, 5 тысяч в день. А, ну 5 тысяч, это знаете, по-божески, мне кажется. Но вы справитесь, потому что нужно и с тигренком там им мясо дать, и как бы обезьянка... А я не знаю, они мне там не покусают, они мне там не поцарапают, я от чего-то боюсь. Но тигренок может, конечно, может. Видите, как? А вот обезьянка, она как бы поспокойнее, но она вот к тигренку лезет постоянно, вот это усы ему щипает эти. И тигренок может ее перекусить просто. А поскольку обезьяна 25 тысяч стоит, мне бы этого не хотелось. Ну понятно, а еще, знаете, что я хотела? Вот у вас они обезьяна с тигренком, они в разных же комнатах, тигренок закрыт, вы сказали. А как, вы открываете, получается, он гуляет, и она подходит к тигренку, да, обезьяна? Да, она постоянно подходит к тигренку, постоянно его вот за эти усы таскает по всей квартире. Понятно. И вот начинает кусать. А тигренку вашему сколько лет? Ну, получается, ну полтора годика, но он уже такой, большеват такой уже. Ага, понятно, понятно. Нет, знаете, у нас есть водный пистолет, если вдруг он слишком вас куснет, вы можете как-то с ним справиться, водным пистолетом. Ага, понятно. А вы вообще до этого не брали никого к своим животным? Нет, у нас была няня, но после того, как тигренок ее укусил, она почему-то ушла. А, ну она испугалась, наверное, конечно, естественно. Ну, он чуть-чуть прикусил. Он чуть-чуть, ну, я не знаю, у нее там один шоп наложили и все. А почему он ее прикусил? Что-то такое не понравилось ему или что? И сам набросился за нее. А она то ли его пнула, то ли что. Я не знаю, видимо, она его пнула, потому что мы его воспитываем, ну, в добре и в ласке. И она, видимо, его пнула, и он ее вот так вот цепанул. И сколько она вас долго проработала? Неделю. Ага, понятно, ясно. Можно, а вас как звать? Меня зовут Женя. Женя, ну, подумать надо, Женя, подумать. Вам как срочно нужно? А, девушка, на самом деле, это... На самом деле, доброе утро вам! Это утреннее шоу Будильники, телеканал Музон. Мы разыгрывали вас сегодня. Ну, понятно, я так и поняла, что вы думаете? Вы знаете, 315-16-16, телефон эфира, куда вы можете позвонить и забрать свой подарок, который мы с удовольствием вам вручаем. Вы вообще большая молодец. Че, подождите минуточку, подождите, а куда мне обратиться? Дайте я сейчас хоть запишу адрес. 315-16-16. Так. Звоните и вам объяснят. Звоните и вам объяснят, как нам подъехать и как забрать свой подарок. А подарок, смотрите, это завтра вы работаете, допустим, в субботу можно подъехать? Нет, только в будние дни. Только с понедельника по пятницу вы можете забрать свой подарок. А со скольки до скольки? А вам все объяснять? 315-16-16. Не-не-не, а забрать можно в какое время я имела в виду? А с 10 до 6. 10 до 6, да? А сегодня можно позвонить, узнать, да? Да. Конечно, конечно. Понятно. Ну, я так и поняла, что до свидания. А кто разыграл? Подождите, кто разыграл? Жень Таранова, Серж Позитив, утреннее шоу «Будильник» и телеканал «Музон». Ага, спасибо. Вот так. Доброе утро вам. Спасибо, вам также хорошего дня. Спасибо, до свидания. Скажите, 315-16-16, да? Все верно. Все, спасибо, Женя. Спасибо большое за настроение поднятое мне сейчас. Спасибо вам. Я очень рада. И вам тоже спасибо, до свидания. До свидания. Женя, вот мы, видишь, мы в этой студии, мы дали человеку добро, и оно нам вернется. Вот это верно, понимаешь? Но я бы, знаешь, обезьяну и тигренка. Когда ты говорила обезьянка, потом ты начала говорить тигра, он кусается, один шов, я думаю, все, девушка не согласится точно никак. Но я соглашусь посмотреть клип на лучшем покаре. Смотрим. Ну, Жень, теперь час, ну, пролетел, теперь... Незаметно пролетел. Да, ну, ну, мы можем подвести итог какой-то. Вот твой итог, давай. Что для счастья нужно? Вот для счастья нужно каждому, наверное, чуточку любви, чуточку сострадания к окружающим. Не быть такими жестокими, как многие сейчас в этом мире, да? И, конечно же, смотреть к лучшему. А вот знаешь, я помню, что я тебе сказал в начале передачи, то, что я хочу сказать фразу. Знаешь, все-таки я понял, что вкус счастья, да, определяется у человека по-разному. И определяется он в зависимости от возраста. Смотри, когда ты ребенок, тебе нужна шоколадка, чупа-чупс, ты счастлив. Уже, когда подрастаешь, да, вот, я не знаю, там школа, универа, это тебе хорошая отметка. Когда ты взрослый, тебе какие-то уже нужны материальные блага. И вот так, вот так, вот так. А когда ты уже в старости, что ли? Когда в старости, мне кажется, уже приходит полная духовность, потому что тебе уже... Ничего не надо. Тебе уже ничего не надо, и тебе важно, когда с тобой будут твои дети, родственники, кто за тобой будет ухаживать. Вот так вот жить. Вот это на самом деле круто. Поэтому давайте быть все счастливыми. И, конечно же, доброе утро, друзья, и хорошего вам настроения на весь день. Увидимся, друзья. Вставай, вставай, с первыми лучами вставай, 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 вставай. С первыми лучами вставай, 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 вставай.